Дорогие телезрители, сегодня пятница вечера, соответственно, вы смотрите Тор-шоу. Передача для тех, кто понимает, ну или хотя бы пытается понять. Сегодня мы поговорим о выборах и нарушениях на выборах, и о контроле над этими нарушениями. У нас сегодня в гостях Петр Милосердов, депутат муниципального собрания Войковская, активный участник движения «За честные выборы». И его оппонент, господин Дугинов, представитель движения «За чистые выборы». Ну, кому-то честные, кому-то чистые. Очень жалко, что противопоставляется. Это честно и чисто. А может быть, это одно и то же? Мы как раз сейчас поговорим об этом, разберемся и выясним, одно ли это то же, или это не совсем одно и то же. Начнем с Петра, если вы не возражаете. Петр, вы сегодня попали в историю, да, и неожиданно стали героем страниц. Сочувствую, что попали в такую историю. Не расскажете ли в двух словах, что, собственно говоря, произошло? Ну, если кратко, я сейчас являюсь кандидатом муниципальной депутаты, баллотируюсь на муниципальных выборах в Москве, которые пройдут в один день с президентскими. И сегодня я разносил агитовую продукцию, листовочки по ящикам в своем районе вместе с своим коллегой, тоже кандидатом Константином Колесниченко. И к нам подошли люди, которые сперва предложили нам деньги за наши листовки, чтобы мы этим не занимались. После того, как мы отвергли их предложение, соответственно, нас на улице избили. Меня как бы били ногами по голове трое человек. В общем, в каком смысле мне помогло то, что у меня был газовый баллончик, который я на этих граждан полностью вылил. Только чур здесь не распределил? Да, там уже нет ничего. А так могло бы все, конечно, кончиться и хуже. При этом я не считаю себя жертвой режима, я жертвой конкретного подонка из числа своих оппонентов, руководителя ЖКХ Ломановского района. Мне абсолютно понятно, что это были его люди, потому что нам угрожали уже начиная со вторника. Мне эта ситуация абсолютно прозрачная и понятно. Ну, будем бороться, что могу сказать. Я написал заявление в милицию, вся надежная на закон в данном случае. Петр, вы же отчасти профессионал, это не первая же избирательная кампания. Не первая, да. Я как бы не первый раз баллотируюсь и не первый раз избираюсь. И я, значит, у меня снимали с выборов пять раз в Москве, в каком смысле, наверное, рекорд. Я там прошел все суды, включая Верховный. Несмотря на это, мне удавалось и избираться в том числе. И как бы кое-что удалось полезно сделать, чем мне не стыдно смотреть в глаза своим избирателям. Профессионал в чем? Я как бы занимаюсь наблюдением на выборах. Я был членом комиссии всех уровней, от участковой до, так сказать, субъекта федерации. Да, я знаю, как устроена изнутри работа избирательных комиссий. Для меня, в общем, это все известно. Ну вот, а такая ситуация, что кандидатов в депутаты избивают на улицах накануне выборов, это обычная ситуация или нет? В регионах России хуже, хочу сказать. Еще и хуже. В принципе, я считаю, легко отделаться. Говорят, у вас и помощница-наблюдательница. Да, у меня насчет агитатора девушку ударили по голове, сотрудники тоже ЖКХ. Вот эти лица неизвестной национальности в оранжевых жилетах отобрали агиппродукцию. Оранжисты. Ну, да, очевидно. Оранжево-коричневый, оранжево-коричневый. То есть были оранжисты из Узбекистана, из Кавказа, судя по всему. Это работники местного ЖКХ? Да, да. Здорово. Скажите, пожалуйста, было ли какое-то заявление в милицию? Конечно, нет. Мы еще позавчера написали. Я понял, что дело пахнет керосином, когда избили девушку. Я съездил в Управление внутренних дел по Юго-Западному округу. Я оставил заявление с просьбой принять меры предохранительности от этих ситуаций. Ничего не было сделано, к сожалению. Вот только сегодня милиция как-то начала суетиться. Выяснилось, что два дня назад было заявление. Надо же, вот черт возьми, сейчас будем как-то искать всех. Реально шли угрозы. Вчера пришлось просто сопровождать реально физических агитаторов, когда они ходили по ящикам, раскладывая газеты. Они боятся газет, потому что я просто сделал агитационную газету. Кстати, все по закону зарегистрировал в избиркоме, платил и средств фонда, у меня все в этом смысле четко. Сделал газету, которая просто расписала, как воруют деньги на капремонте у нас в районе. И вы покусились на святое. Да, да, на кормушку. А как же будет жить начальник ЖЭК? Как же он будет кормить своих детей? Да, вот вопрос вопрос. Как жить не воруют, в конце концов. Не чувствуете ли вы, что на самом деле идея распила, распилить и украсть бюджетные деньги и нечестный выбор, это, собственно говоря, две стороны одной медали. Они рядом лежат, эти вещи. Почему? Потому что возникает вопрос, ради чего наши уважаемые граждане идут в депутаты. Они идут ради того, чтобы иметь, скажем так, политическую крышу многие для своей коммерческой деятельности. Я не веду коммерческую деятельность. То есть я занимаюсь частными консультациями, консалтинг. Но я не бизнесмен, в смысле. Выборы для меня это форма реализации моей общественной активности, скажем так, самореализации. Понимаете? Мне это просто интересно. Это мне важно. Понимаете? Мне нравится работать с людьми. Ну, меня, честно говоря, здесь волнует даже не вопрос самореализации, а вопрос реакции милиции. Как же так? Было заявление, тем не менее, вообще не проявлено. Не знаю. А вот накануне Путин как раз говорил про то, что там сакральные жертвы и прочее. Я не хочу, чтобы сакральные жертвы, не хочу, чтобы жертвы в режиме. Я хочу, чтобы нашли вот этих сволочей, которые сбивали девушку-агитатора и которые меня били ногами по голове. У меня нет, вот тут я не делал каких-то широких политических построений вверх. Я хочу, чтобы нашли этих людей. Вот мое такое предложение к милиции. Такая оферта ОВД Ломоносовского района. Ну да, в конкретном случае всегда хочется не снижения процента преступности, а чтобы этот конкретный случай прошел мимо тебя. Да, вот жертвой не хочу быть категорикой. Хорошо. Я прошу прощения, что мы вначале посвятили только Петру тема. Давайте поговорим с... Можно вопрос? Да, пожалуйста. Петр, я вот слышал уже с утра, ну не с утра, днем, наверное, появились первые новости. И в Рео новости про вас рассказывали, и большинство интернет-ресурсов. Ну, знаете, связывают это не с вашей муниципальной деятельностью, а в первую очередь связывают это с тем, что вы являетесь организатором митингов. И в первую очередь в комментариях вот к таким новостям люди говорят о том, что вот это Путин, власть и так далее, это за то, что вот выбор, митинги на Болотный и так далее. Вот сейчас вы говорите о том, что вы прекрасно знаете, с чем связана вот эта вот ситуация. Я готов ответить на ваш вопрос. А мне кажется, что стоит посвятить хотя бы средством вас информации ваши догадки? Я только за. Поверьте, я только за. На самом деле, вот поверьте, я действительно ничего бы не хотел, чтобы связывали с моей деятельностью, так сказать, там, реализатором митингов, на Болотный и так далее. Я говорю честно, я не жертва там кровавых грибыстов, да. Я жертва конкретного, значит, подонка, фамилию, которого я знаю, которую хочу, чтобы его наказали. Поймите правильно. То, что это комментируют, это их личное частное дело. Я никогда таких комментариев не давал, говорю откровенно. Не комментирую, комментирую, ладно, новости так преподносят. А вот смотрите, давайте разберемся, почему это происходит, почему так преподносят новости. Я думаю, что потому что мой случай не единичен. Я думаю, что, и ты, можно вспомнить, да, из памяти там, избили, до смерти забили нацбола Юрия Червачкина, да, 4 года назад. Был факт? Был. Бьют людей в провинции, есть факт, есть факт. За их политическую деятельность, связанную там с протестом против режима и митингов. Именно поэтому люди, комментаторы, сотрудники СМИ и так далее делают логичный, как им кажется, вывод. Соответственно, Петр Милосердов, организатор митинга, избили за этот митинг. Я не могу им запретить делать такие выводы. Они к ним приходят сами. Но вас не спрашивали? Нет, я, кстати, я честно говорю, когда меня спрашивают, с чем вы связываете нападение на вас, я честно излагал ту верность, которую я изложу сейчас. Понимаете? Я на самом деле себя не режу в одежде жертвы. Не дай бог, оно мне не надо. Я хочу, чтобы была установлена правда, а правда такова, что это сотрудники местного ЖКХ ополчили за меня. На меня, понимаете? За то, что я рассказываю о том, сколько они денег воруют. Все очень прозаично. Но эта проза, она печальна, понимаете? Потому что таких условных Петров Милосердов по провинции до чертовой матери, которые борются с конкретным беспределом конкретного начальника и получают по башке за это. И эти люди не хотят быть жертвами режима, тем более сакральными жертвами, как и я. Я хочу, чтобы в данном случае, я блатился муниципальным депутатом, не президентом России. Я хочу, чтобы был наведен порядок в Ивановском районе в сфере ЖКХ. Вот мое требование. Оно было написано в агитпродукции. А партнерского государства – это легальная агитпродукция, зарегистрирована в избиркоме. Там нет ни клеветы, ни грамма, там только факты. За эти факты меня и бьют. Собственно говоря, вот в чем дело. Я очень рад от вас это слышать. Да, я честно говорю, да. Я на себя не рыжу мученника. СМИ преподносят это, к сожалению, совершенно не так. Ну, одно дело единичный случай, а другое дело, как говорится, один раз случай, два раза совпадение, а три раза система. А там кого еще избили? Ну, вот Чичеваркина вам назвали фамилию. Червочкин, прошу прощения. Как Чичеваркин? Юрий Червочкин. Чичеваркин, да. А вот товарищ, которого избили-то на Химпинском лесу. Человек, который потерял рейд, чем пути. Бекетов, да, помните такого? Когда защитник Химпинского леса. Да, совершенно верно. Ну, мы сейчас все в одну кучу смешаем, просто тоже к выводу не относятся никак. Ну, как трудно. Бьют и просто так, можно покурить, я не курю, ну, сами понимаете, следующее. Да, бывает, бывает. Поэтому, к сожалению, наша правоохранительная система работает крайне плохо. Я сам с этим сталкивался, поэтому тут я даже возражать не буду. Понятно. А где вы сталкивались с этим? Где вы сейчас работаете? Я чиновник. Ну, на самом деле, у меня много работ. Я чиновник, я преподаватель, я журналист, поэтому достаточно много. Что касается... Ну, мы вас позвали сюда ведь не как чиновника, и даже не как преподавателя. И я прошу прощения, ничего не знаю о вас как о журналисте, не ставлю под сомнение, очень даже может быть, что журналист ее и неплохой, наверное. А вы интересны именно как представитель корпуса за чистые выборы. Расскажите, пожалуйста, об этом корпусе. Это не работа, просто это состояние души. Это хобби, да, состояние души. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. О корпусе наблюдателей? Да. Да, с удовольствием. Корпус наблюдателей организовался как реакция на, в принципе, ту шумиху в СМИ, которая поднялась после декабрьских выборов. То есть я, например, как гражданин, просто смотрю на всю ту истерию, которая происходит на сегодняшний день, и, честно говоря, сам себе ответить на вопросы не могу. Были честные выборы, были чистые выборы, были нарушения или нет. Что касается моего голоса, я уверен в том, что его не украли. Но очень много моих друзей, моих коллег, они были и на митингах, и на одном, и на втором. Поэтому захотелось разобраться, захотелось разобраться как для самого себя, так и попытаться, поскольку корпус стоит в большинстве своем из юристов, дать профессиональную оценку тем выборам, которые будут. Не давая никаких оценок тем выборам, которые были, поскольку ни корпуса тогда не существовало, ни один из, ну, большинство моих коллег, которые будут наблюдать на сегодняшних выборах, они не были наблюдателями на прошлых. Поэтому, вот для того, чтобы как-то оценить реально масштаб того, о чем говорят по телевизору, мы создали этот корпус наблюдателей, вот, и большинство, которые состоят из профессионалов. — Да, есть неплохой манифест, я ознакомился с ним. Мы гарантируем профессионализм нашей оценки, это из вашего манифеста, да, из вашей организации. Мы сделаем все возможное для предотвращения нарушений избирательного законодательства. Мы, молодые юристы, создаем корпус наблюдателей за чистые выборы. Это ваш манифест, да? А организована, соответственно, ваша организация движением «Молодые юристы России». Немножко не так. Я даже, честно говоря, не знаю, есть ли такая организация «Молодые юристы России». Есть Ассоциация юристов России, есть Координационный совет молодых юристов, которые, ну, как молодежное отделение вот этой крупной организации Ассоциации юристов России, которые входят как раз вот молодежь, студенты, те, которые учатся на последних курсах, которые еще не могут стать членами именно Ассоциации юристов, вот, но которые хотят работать, хотят принимать участие в наших проектах, тогда... Сергей Бруев там, да, если не ошибаюсь, один из лидеров? Кто? Сергей Бруев. Честно говоря, не знаю, такого у нас таких нет в лидерах. Нет? Нет. Интересно. На сайте есть лидеры движения «Молодые юристы России». Так я еще раз повторюсь, «Молодые юристы России» — это не мы, мы Ассоциации юристов России. Наш сайт «Зачистые выборы.рф», там есть все наши координаторы. Нет, я прошу прощения, вот есть такая организация «Корпус наблюдателей», «Зачистые выборы», его учредители. «Молодые юристы России», лидер Сергей Бруев. Ну, это, значит, вы, да, так я понимаю? Нет, 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 Сергея Бруева у нас нет, я не знаю, кто это такой. «Молодые юристы России» — это тоже не мы. Нет, ну, почему? Есть такие люди. Вот не так давно в интернете выложена переписка Сергея Бруева, как раз вот это, мол, юрист.ру. Да, у вас, я смотрю, та же самая почта при общении. У нас альрф.ру, поэтому ассоциациинофуарс.рф абсолютно. А телефончик ваш 6566455? 6564 — это личный мой телефон. Ну, значит, то самое. Значит, то самое. Ну, вот переписочка. Сергея, нет, 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 вашего коллеги Сергея Бруева. С руководством Румова. Очень любопытное. Есть идея. На митинг оппозиции 10-го числа придет кто-нибудь из молодых ребят, ранее нигде не светившийся. Его задержат, будут судить. На суде он скажет, что шел на санкционированный митинг закона выразить свое мнение. Мол, начитался в интернете о нарушениях. Но когда пришел, был вовлечен маргиналами и уродами в противоправные и провокационные действия. И что больше на эту удочку он не попадется, что все эти митинги делают провокаторы, у которых цель просто раскачать ситуацию. Никаких нарушений реальных у них нет. В общем, раскается он содеянным, скажет, что обманулся в ожиданиях. Защищать его в суде будем мы, молодые юристы. У нас позиция такая. Митинги хорошо, но когда в рамках закона. А Яшин, Навальный и Немцов, подонки, вовлекают молодых ребят и девушек под благовидным предлогом в какую-то ерунду, пудрят им мозги. Но это не значит, что этих обманутых и забудших ребят не нужно защищать, чем мы и занимаемся. Можно даже заявить, что берем этого парня на пороки. И хорошо бы тогда, чтобы его прямо из суда отпустили. После делаем из этого ролик, ну и так далее. Ну и ответ. Обязательно поможем. По-моему, прекрасная идея. Так вы оцениваете. Вадим, я, конечно, понимаю, что... Это переимписка с Василием Якименко, как раз Сергей Абруева, лидер общественного движения, молодые юристы. Понимаю, что вы подготовили вопрос, наверное, очень такой же вытрепещий, вам понравился, он сам лично, лично вам. Но я еще раз повторюсь, я не знаю ни Сергея Абруева, ни молодых юристов России. И Василий Акименко, я знаю только по телевизору, что это представитель Росмолодежи или даже бывший нашист. А как вы к нашистам относитесь? Мне, честно говоря, не очень нравятся их некоторые программы или их выходы, наклейки на автомобили. То есть я, в принципе, вот таких вот способов борьбы с чем-то не воспринимаю как должное. Хорошо, можем вопрос к вам, да? Конечно. Значит, нашист вам не очень нравится, а какая молодежная организация вам нравится? Или вообще, какая политическая сила вам нравится? У нас есть своя молодежная организация. Нет, я понял, да, то, что вам нравится, это ясно. А кроме своего, что вам симпатично в политическом пространстве России? Что отвечает, в вашем взгляде? Молодые, в смысле, молодежные организации? Вам лично. Нет же. Я вас лично спрашиваю. Из молодежных организаций или из партии? Из молодежных организаций, а можно и не из молодежных. Из политических сил. Вот вам что больше всего нравится? Вам лично. То есть, какая партия мне нравится? За кого я голосовую? Плитическая сила. Плитическая сила. Она может быть не зарегистрированной партией, может, общественное движение. Ну, я, например, русский националист. Ну, нет у нас партии. Ну, что делать? Такое законодательство было. Было. Ну, подождите. Нет, было. Хорошо. Нет, вопрос понятен. Вы знаете, я бы так хотел начать отвечать. Вообще, в Европе на такие вопросы, за такие вопросы с людьми больше не общаются. Руки не подают. Почему? В Америке это уголовно наказуемые деяния в некоторых штатах. Я ничего не скрываю. Я как бы вам... Знаете, в Штатах, в некоторых... Ну, в Штатах, в Штатах, да. Там и эвтаназии, например, не накрывают. Нет, не понимаю. Давайте мы уж не будем... Что криминально, что вас оскорбляет? Нет, мне совершенно ничего не оскорбляет. Я вам просто говорю о том, что в некоторых демократически развитых странах, да, это как бы... Я знаю, что у некоторых девушек неправильный возраст спрашивают. Это мне известно. А вот почему нельзя молодого человека спросить о политических взглядах и пристрастиях, мне непонятно. Это же даже не сексуальная ориентация. Да нет, я не против ответить. Я же просто... Не-не-не, а сексуальной ориентации вашей не надо. Не-не-не. Мы не готовы. Давайте вы, если можно, ответите. Я голосовал за Единую Россию на думских выборах. Именно с этого я начал, что я уверен, что мой голос не был украден по непонятным причинам. По той причине, что вы голосовали за Единую Россию? Да. То есть у Единой России голоса не крали? Вы это хотите сказать? Нет, мой голос лично не был украден. То есть, насколько я понимаю, большинство... А как вы думаете, у Единой России крали голоса? У Единой России? Да. Ну, исходя из каких-то статистических данных, я сильно или лично в этом сомневаюсь. А вообще крали голоса, как вы считаете? Ну, хороший вопрос. Неплохой. Да. Но были ли чистые выборы? Были ли честные выборы? Наверное, нет. По крайней мере, я так скажу, дыма без огня не бывает. То есть, такой массовый выход на улицу людей, в том числе которых я знаю. То есть, например, на работе мы сразу после выборов, когда началась вот эта истерия, друг у друга спросили, кто за кого голосовал. И в итоге за Единой России голосовал я и я. Но это же неприличный вопрос, с вашей точки зрения. Ну, это же опять не я спрашивал. Так то есть, нашлись неприличные люди у вас на работе, не один я, да? Да, да. Понятно. Вот, поэтому, наверное, да. Ну, как объяснить еще тот факт, что, насколько известно, на участке, где голосовал Митрохин, да, за Яблоков было ноль голосов. А как вы это объясните? Вся его семья. Как вы это объясните? Нет, ну подождите, а почему я это должен объяснить? А я могу объяснить? Хотите я объясню? Я вам говорю, я говорю, что вы были нечестны. Ну, хорошо, вы не можете объяснить. Давайте послушаем человека, который может объяснить. А почему Митрохин голосовал, а вы... Есть распространенный способ фальсификации на выборах. Значит, наиболее распространенные в этом сезоне две технологии. Первая, это когда приходят посторонние лица и получают бюллетени за избирателей, прописанных в этом районе, голосуют за них. Вторая технология, еще более ломовая, скажем так, более лобовая и наглая, как просто переписывается протокол. То есть, есть протокол, значит, итоговый. То есть, первое, извини, что перебиваю, речь идет о карусели, да? Не совсем правильное название карусели, на языке, на жаргоне политехнологов называется экскурсии или туристы. А, отлично. У нас как раз есть ролик, прошу прощения. Я прошу, дайте, пожалуйста, в студию ролик с каруселью. Любопытно. Давайте мы немножко посмотрим и поговорим об этой технологии. Молодой человек голосовал без предъявления временной регистрации. Я сказал, где живу. Ну и что? Вы должны предъявить временной регистрации. У вас есть временная регистрация с собой? Да. Где она? Покажите, пожалуйста. С собой нет. Почему вы выдали бюллетень человеку, если нет временной регистрации? Почему она у меня есть? Мне с собой нет. Он только что сказал, что с собой нет. Как же вы выдали бюллетень, если нет временной регистрации? Подпишите на вопрос, пожалуйста Молодой человек, секундочку, будьте добры Представьтесь, пожалуйста Вот тут у нас все в порядке, девочки Карусель, карусель Ну, тоже тут у меня Молодой человек в безвременной регистрации Подошел, сказал, что он из общежития Проголосовал, временную регистрацию не предъявил Я попросил показать временную регистрацию Он сказал, у меня ее с собой нет Вот первое, он не показал вам такую бумажку У него с собой нет этой бумажки Он сказал, что он из общежития И все, больше он ничего не показывал И он получил два бюллетеня Он должен был получить один бюллетень Нет, я вот только что проконсультировала У кого? Козлов, видите, ласкал Пожалуйста, да, он сказал Он сказал, они имеют право Студенты с временной регистрацией Полосовать не будут Это студент? С таким пингалом? Я не знаю У него нет временной регистрации У него нет временной регистрации Как вы поняли, что он студент? У него есть паспорт? Я-то ничего не поняла Я-то ничего не поняла Владимир, а вы не подготовили как раз для объективности Раз уж вы нас тут столкнули, да, ну как оппоненты Те ролики, которые зафиксировали вбросы, по-моему, да, 4 марта уже Ну, всем известно, что они есть в интернете гуляют Ну, просто для объективности Я готов согласиться, что это было правда Но то, что правда Вчера я увидел на ютубе вбросы 4 марта Ну, это явно неправильно Я сегодня видел ролик на ютубе, он был не очень хорошего качества Мы его не смогли поставить сюда Но там другая ситуация Случайно включается камера видеонаблюдения, как просто сделали И там как раз идет несколько дублей, как, значит, вбрасывают и тут же ловят и прочее Ну, это как раз ташисты, насколько я понял Там по описанию Ну, ташисты, да По глазам? Конечно, знаете, это же самый знаменитый способ Как поймать, как спрятать украденный кошелек Кричать, держи вора Вы же, насколько сами сказали Что у Диной России, кажется, голоса не украли Нет, я говорю, что мой голос не украли То есть у Диной России не украли Я не знаю Я думаю, что яблоко Митрохин украл Погодите, погодите Вот вы начинаете уходить от ответа Говорите, я не знаю и так далее Вы бываете, с которым разговорят вполне нормальный ход Но вы представляете организацию, которая называется Корпус наблюдателей Правильно? Соответственно, когда вы начинаете уходить от очевидных вопросов, касающихся выбора Довольно странно, что вы при этом называете себя наблюдателем Давайте-ка мы в этих вопросах будем разбираться и не уходить от них Хорошо, я вам отвечу Я вам начал с того, что Корпус наблюдателей был сформирован после декабрьских выборов Прекрасно И никак он не мог повлиять ни на прошедшие выборы Это понятно И уж тем более не давать никаких оценок Вы определяли, вы вообще анализировали прошедшие думские выборы У вас по ним есть какая-то позиция? Смотрите, там же была масса информации Информация о нарушениях, ролики, протоколы То есть была масса всяческих сюжетов, огромное количество информационных сюжетов, вал информации Вы, ваш Корпус наблюдателей, как-то эту информацию анализировал? Конечно, анализировали, но анализировали с той точки зрения, каким образом фальсифицируется выбор То есть каким образом нарушается избирательное право И каким выводом вы пришли по итогам вашей работы? Вот вы проанализировали У нас есть целый список возможностей сфальсифицировать выборы И именно для чего мы это делали? Не для того, чтобы дать оценку тому, что было 4 декабря А почему не дать? А для того, что... Потому что это невозможно сделать Почему? Нельзя дать оценку? Удивительно Конечно нет А почему нельзя, если куча массив информации Вот я можешь проанализировать, дать какую-то оценку, например Выбор будет честным или нет честным? Но это будет личная оценка Правильно, правильно Ну так любой наблюдатель, он же смотрит со своей точки зрения Он же не может смотреть со всех точек зрения Так вы как наблюдателя дайте оценку прошедшего выбора Я же начал с этого, я говорю, мой голос украден Не был, это мы поняли Да Меня интересует ваша оценка, как руководитель Оценка выбора А почему вы, кстати, считаете, что ваш голос не был украден? Ну мы повторяемся, уже по кругу ходим Нет, 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 мне просто технологически интересно Вот вы написали в бюллетене что-то, засунули в дырочку За единую Россию И вы считаете, что теперь ваш голос украсть невозможно За единую Россию? Вы действительно не знаете таких технологий Которые позволяют из этого бюллетеня Уничтожить Давайте скажем так Меня устраивает тот результат, который получил Единая Россия А, ну это же совсем разные вещи Вы мой голос в этих 58% или нет Это же совершенно разные вещи Результат моего похода на избирательный участок Он меня устроил вполне Смотрите, вот у нас получается сейчас вот как бы странное смешение оценок Я вас спрашиваю Дайте, пожалуйста Я спрашиваю, вы анализировали прошедшие выборы в Думе? Вы отвечаете Да, анализировал Я говорю, к какой оценке вы пришли? А меня лично устраивает Я говорю, хорошо Я не услышу вас лично Я спрашиваю вас как руководителя корпуса наблюдателей Корпус наблюдателей Какую дает оценку прошедшим выбором в Государственную Думу? Никакую, абсолютно Почему? Потому что корпус наблюдателей на тот момент не существует Я понимаю Мы сейчас здесь ходим по кругу Вы анализировали, да, анализировали А оценку даете, нет, не даем Почему? Я же вам продавал Вы до конца ответ послушаете Я же вам отвечаю Мы анализировали для какой цели Понять, какие есть возможности фальсификации Потому что из всего того массива информации Которая есть на сегодняшний день на телевидении Вот этот ролик, который мы сейчас увидели Или тот ролик, который вы изначально признаете Сделанный заведомо там нашистами Которые за Единую Россию Любой из этих роликов, он дает возможность понять Каким образом люди, которые Я понимаю, да Вот теперь смотрите Знаете, насколько разговор выглядит Произошла кража со взломом Ограблен склад Люди приходят и видят Сломанный замок Разбиты банки Пустые мешки Пустые склады Дальше эти люди говорят Мы сейчас проанализируем способы Как разрезали мешок ножницами Как вскрыли замок фомкой Как усыпили сторожа хлороформом Это все понятно После этого я спрашиваю этих людей А кража-то была? Да черт его знает Мы анализируем методы Кого вы спрашиваете? Вот тех аналитиков Кого? Вот теперь я спрашиваю у вас Вы были честны? Вы когда спрашиваете Про кражу Вы кого спрашиваете? Вот теперь я спрашиваю вас Как экспертов Минуточку Минуточку Или те, кто потом пришел Я спрашиваю те, кто потом пришел Вот тех потом пришли люди И начинают анализировать осколки Сломанные замки и так далее Это вы в данном случае Про al invalid Вы проанализировали методы фальсификации Теперь мыよう на самый простейший вопрос Фальсификация на выборах была или нет? после всего этого такой вопрос говорить правду ли вы скажете кражи было или не было я не знаю как не знаете вы анализировали украину уберите пустой шкаф сломанный замок сторож побитый значит и вы все проанализируй как вы убили как то вы все проанализируя потом он задается вопрос вам уже который анализирует постфактум а кража то было вы говорите до черта узнает хорошо я попытаюсь момент был кстати когда вот ты ехал в студию а интерфакс по моему передал изъятые материалы видеонаблюдения и материалы видеонаблюдения не подтверждает что петр милосердов был избит вот я разговаривал ну вот я же приехал еще из милиции ты сам расторопался да понятно конечно вот я приехал из милиции они гортом или что-то собственно ничего не изымали говорит у ввд ломоносовский гость гвд москвы еще ничего не изъяли она уже знает что там ничего нет ну такая система то есть мне сыщик да мы еще не изымали вон только начали запросы будет завтра технические возможности в секунду не хорошо давайте вернемся к вашей ситуации вы приезжайте сюда я с утра проанализировал ту информацию которая есть в интернете ну опять же вернемся к тому там везде написано избили милосердова за то что он является организатором выбора я не автор текста в интернете меня нельзя спрашивать по этому поводу так и меня не спешу так а как можно тогда анализировать были честные выборы или нет и дать аналогию правовую оценку аналогию считаю неуместной потому что в данном случае есть факт вот у меня на лице понимаете вот есть факт у меня на лице есть побои вопрос не был он избит или нет этот вопрос не стоит я вижу и здесь как бы вопрос в мотивах прекрасно вот мотивы вот давайте мотивы сейчас отодвинем в сторону меня вопрос очень простой хочу еще раз вам слышать ответ ваши эксперты проанализировали с ваших слов фальсификации на выбор в госдуму прекрасно молодцы теперь я вам спрашиваю а были ли фальсификации на выбор в госдуму да или нет я не знаю я повторяю но мы опять хорошие вы специалисты хорошо расскажите пожалуйста давайте чуть по-другому по по сформулируем вопрос а скажите пожалуйста с вашей точки зрения текущая предвыборная кампания она ее с нарушениями или без нарушения ну вы наверное назвали назвать честный или чистый как айтина явлинского которого отказали регистрации да потому что в принципе вы во всем остальном то по большому счету все достаточно чистенько идет и гладенько для всех кандидатов да что касается явлинского но я опять же говорю я не проверял те подписи которые он собрал я знаю почему его ну какой формальный или действительный повод был для того чтобы ему отказали регистрации это там количество подписей которые не соответствуют там нормативный документ да где-то не так расписались где-то не ту цифру поставили я прекрасно знаю о том каким образом заполняются эти документы что действительно там не то что там честно или не честно а то что можно действительно сделать там запятую за ошибку в запятую это подпись не принимается то есть это очень формальная вещь но какие подписи были у него и насколько они были действительно там собраны там или не собраны допустим у мезинцева да в том же интернете был видеоролик когда сидят люди и заполняет эти подписные листы прекрасно а можно вопрос вот как юристу я будущий юрист сейчас в раксе выучусь на юристах заканчивая кстати ракса можно сказать потенциальный член вашей ассоциации значит гражданской правовой специализации вопрос следующий а как вы считаете а зачем существует избирательное законодательство вот зачем он существует чтобы регламентировать деятельность кандидатов или чтобы обеспечить выбор избирателя конечно для того чтобы второе правильное вот теперь я вам поражу пример если государство называется украина наши соседи вот их выбор на законодательство чтобы президентской чтобы вверховную раду практически сто процентов слизано с российского практически сто процентов там это даже особо не скрывается но практика применения совершенно другая там если ты кандидат в верховную раду не какую-то бумажку в дело, тебе звонят и даже говорят сроки, принеси, пожалуйста, донеси, донесите там, ради бога, вне сроков неважно. Почему? Потому что цель дать избирателю выбор, не 2-3 человека, а пускай 2-30, задача в Украине дать людям выбор, и там то же самое, законодательство по букве, то же самое, что российское, используется не как кистень, а как возможность избирателям дать выбор между как можно большим количеством кандидатов, понимаете? А у нас оно используется, чтобы как можно больше регламентировать деятельность кандидатов, то есть у нас используется как кистень, а там как дорога, понимаете? Давайте скажем так, что касается моего личного мнения, я вообще приверженец того, сторонник того, что если за партию проголосовала, пусть она набрала 7% или не набрала 7%, попала она в Думу или не попала, проголосовала 2 миллиона человек, а я предполагаю, что в принципе даже со всеми вот этими честные и нечестные выборы, но те данные, которые есть в ЦИКе, наверное, проголосовало все-таки 2 миллиона человек за яблоко, да, не надо собирать эти подписные листы, не надо, я против этого, потому что 2 миллиона человек уже высказались за это. Я с вами согласен, но давайте смотреть шире, зачем тогда придираться к подписям, вот те, кто собирает подписям, зачем к ним придираться к этим подписям, давайте смотреть шире, значит, людей снимают очень модное нарушение, нарушение авторского права снимает кандидатов, то есть если я сфотографирую, у меня попадет на вывеска фирмы Adidas, там, да, на фотографии, меня снимут с выборов, это использует объект чужого авторского права, логотип Adidas, «Давайте уберем эту глупость из законодательства», понимаете, зачем душам людей? – Давайте, ну, я боюсь, что ни я, ни вы, ни мы с вами не законодательны. – Нет, минуточку, у нас с вами разные стартовые позиции. – А какую вы тогда цель ставите, как корпус наблюдателей? Ну, действительно, понятно, чтобы понять. – Законодательство вы… – Проверить на собственном опыте, посмотреть действительно, что было, сделать максимально возможное для того, чтобы вот такие оценки в СМИ или даже, черт с ними со СМИ, пусть оценки людей, которые основываются, на сегодняшний день основываются только на том, что происходит во СМИ. Никаких наблюдателей, были наблюдатели, но это было такое мизерное количество. Вообще, институт наблюдения на думовских выборах, он был совершенно недооценен, на мой взгляд. И никто из наблюдателей не сказал о том, что честные или нечестные, потому что просто никто не выступил даже из наблюдателей. – Выступали партии. – Да почему? Ну, неправда же ваша. Очень много наблюдателей. Организация гражданин-наблюдатель, ассоциация «Голос», выступали там наблюдатели, говорили о конкретных фактах нарушениях на выборах. Почему нет-то? Никто не молчал. Ни партии не молчали. – Я лично не слышал. Может быть. Я же не спорю. Мы с вами сейчас как две собаки, которые под собачьими боями. С чего вообще надо было начать-то? И мы с этого начали. Чистые и честные. Разные или нет. Я думаю, что это одинаково. Мы с вами. – Нет, я тоже думаю, что это все одинаково. Я чего не люблю, так это демагогия. Чистые и честные выборы, открытые – все синонимы. Я согласен. Все идет вместе. Ради Бога. Но вопрос в том, когда разговорами о чистых и честных выборах покрываются фальсификации, вот это мне очень не нравится. И когда я спрашиваю у вас, как вы видели корпус наблюдателей, дайте, пожалуйста, свою оценку выборам Госдумы. Вы говорите, а я не могу дать оценку. Я говорю, вы анализировали фальсификацию? – Да, мы анализировали. Но оценку мы ему не дадим. Я спрашиваю, а какие же вы тогда, к черту матери, наблюдатели, если вы не в состоянии дать оценку по исследованным вами доказательствам? Понимаете? И что вы сейчас собираетесь делать, если дадите оценку? А вы говорите, наша цель, чтобы не было оценки в СМИ. А что за странная цель? Чтобы не было оценки в СМИ. А что? А чтобы была альтернативная оценка. Альтернативная чему? Альтернативная тому, что есть в СМИ. А что есть в СМИ? Ради Бога. Если наши оценки совпадут, ради Бога. Если они не совпадут, то у нас есть на сегодняшний день возможность, на сегодняшний день, и 4 марта будет возможность, и 5 марта будет возможность предоставить те доказательства, которые есть у нас. Альтернатива чему? Альтернатива чему? Альтернатива тому, что происходит сейчас в СМИ. Нет, ну в СМИ много что происходит. В СМИ, например, есть журнал «Плейбой». Вы альтернатива журнала «Плейбой» или чего? Я повторюсь, в СМИ сегодня совершенно непрофессиональные даются оценки в большинстве своем, не основаны ни на их фактах. Человека избили, у него даже не спросили, почему, хотя дают оценку. Понимаете, действительно, меня это раздражает очень сильно. Я хочу сам прийти на участок и посмотреть и сказать, там было чисто. Я хочу об этом сказать своему другу, своей семье. А если там не было чисто, что вы скажете? Хорошо, теперь задумайтесь на минуточку, а почему в СМИ сложился такой консенсус по поводу выборов? Он сложился, действительно, тут я с вами не спорю. Почему он вдруг сложился? Все журналисты как бы чего-то съели или чем-то отравились. Почему все хотят видеть с ваших слов выборы нечестными? Объясните. Почему так? Как сговорились, да, сволочи? Я еще раз повторюсь, дым без огня не бывает. Только все-таки был огонь какой-то, огонек какой-то? Наверняка. Я вас спрашиваю, я пытаюсь полупередачи добиться. Давайте мы все-таки попробуем оценку в Госдуму, были честными или нет? Наверняка были. Наверняка были. Честные выборы вообще, на мой взгляд, в истории не только России, современной и дореволюционной, господи, прости меня, дореволюционных выборов не было. Ну почему же? Государственные думы. Гороская вечер. 1905 года. Столько созывов. Боюсь, что честных выборов не было никогда. Вот. В России добровольно, путем честных выборов, да вообще на самом деле, никогда власть к оппозиции не переходила путем каких-то там честных выборов и так далее. То есть только революция. К чему вы сейчас нас толкаете? К чему вы сейчас нас толкаете? Только революция. Нас к революции толкаете. Да бог. Эти люди никуда не уйдут и забудьте про честные выборы. Если хотите что-то добиться, берите в руки автомат. Я так вас понимаю? Господи, я хочу сказать так. Если за Вадима Владимировича проголосует 30% избирателей, мы скажем, да, это будет 30%. Если за него проголосует 300%, мы скажем, что было 300. Я понял. Да. Это хорошо. Это как тот анекдот. В военное время значение синуса может достигать пяти и более единиц. Ну да. А какая моя идея? Интересный профессионализм. На самом деле, сказать не сколько скажут, а сколько было. У меня к вам такое встречное предложение. Сколько скажется, сколько было? Сказать не сколько скажут, а сказать сколько было. Как вам такая идея? Конечно. Сколько было, сколько скажут. Хорошая идея, правда? Давайте мы проверим еще раз ваш профессионализм. Будьте любезны, покажите, пожалуйста, ролик из Ижевска. Мы на следующий год утвердили муниципальную целевую программу. Она называется «Поддержка ветеранского движения в городе Ижевске». Мы готовы выйти с этой программы и обратиться в республику, чтобы нам помогли с деньгами. по ним. Но без голосования, без голосования за Единую Россию нам уже не дадут. И это так. Потому что сегодня, начиная с самого верха, с федерации, распределение и денег, и всех ресурсов. Все идет именно так. Кто сегодня поддерживает действующую власть, кто сегодня поддерживает власть, которая сегодня есть. А Единая Россия – это ваша власть. Кто ее поддерживает, тому и добавляет и денежные средства, и увеличивает финансирование. У нас будет следующее предложение. Вот если партия в вашем районе набирает до 51%, значит, ничего не меняется по финансированию. Если партия набирает в том или ином районе от 51% до 54%, я ухожу с предложением осуществить финансирование на районное отделение 500 тысяч рублей. Если партия набирает в соответствующем районе с 55% до 59% – 700 тысяч рублей. И если партия набирает свыше 60% – миллион. Устраивает, ну, в первую очередь, конечно же, вас такой подход к работе или не удовлетворяется, договоримся или не договоримся. И мы этот подход оставим на будущее по всем распределениям финансирования. Там, где нас поддерживают. И что бы ровно? Если в Октябрьском районе голосуют за «Единую Россию» 45%, то почему они должны получить денег столько же, как голосуют в Ленинском районе – 60%? Как юрист, не могли бы вы дать правовую оценку этому? Нарушение. Нарушение. Только, на самом деле, мне, честно говоря, сейчас сложно подобрать некую главную правую статью. Боюсь, что такой просто нет. Агитация… Подкупоизбирательное в честном виде. Я напомню вам, как я будущий юрист, прошу прощения, я напомню. Продолжение неких товаров и услуг или обещания, связанные с реализацией их товаров и услуг. Вот обещали некую услугу, деньги получите. Вот вам и подкуп в явном виде. Это же уголовная статья. Ну, да. Там есть граница между административной и уголовной, но какая-то статья здесь точно есть. Насколько я понимаю, 500 тысяч рублей – это у особо крупных. Должностное лицо, кстати. Должностное лицо. Вы хотите, чтобы я дал этому оценку? Ну, мне это не нравится. Лично, как гражданин, мне это не нравится. Таких историй на сегодняшний день я знаю достаточно прилично. Более того, я вам скажу, буквально на днях, когда мы собирали своих наблюдателей для того, чтобы приглашать их в корпус, мы собирали в институте ВГСУ энное количество студентов. И встает девушка и говорит, ребят, а собрались при этом ведущие юристы, политики, и Борщевский пришел, и Плигин, и Кшениников. Встает девушка и говорит, о каких честных выборах вы говорите, если нас все согнали? Я общаюсь с ребятами, они говорят, ну, я говорю, действительно так, ну, как бы шум, там, все зааплодировали, наверное, смелая такая. Я говорю, ребят, правда согнали? Он говорит, ну, не то, что согнали, но вообще, как бы, явка обязательная по паспорту. Ну, и зачем вот такие наблюдатели, согласитесь? Нет, хорошо. Вы знаете, на это очень хорошо ответили те люди, которые там были. Вот, допустим, Плигин сказал о том, что, ну, он как-то очень прямо близко к сердцу принял, ну, действительно, когда приходит такой человек, ну, ему обидно, наверное, что приходит сюда людей и сгоняет. Вот. Он сказал, что, ну, после 18 лет человеку очень сложно чего-то заставить. Ну, даже если вы пришли сюда, или вас заставляют вот так же голосовать там на выборах, ну, проголосуйте, зайдите в кабинку, проголосуйте против. Заставить-то можно легко. Или не придите. Заставить-то можно легко. У нас есть армия, милиция, тюрьмы. Да, ну, и вас силой-то никто не поведет. Да. Встал Шатагаргадзе, адвокат, и говорит Плигину, Вадим, вы понимаете, ну, есть способы заставить, да, вот тут диплом не получишь. Там рассказал историю, как МГУшники там диплом не получили, которые говорили. А Совет Борщевский говорит, вы знаете, меня в детстве заставляют чистить зубы. Но сегодня, когда заставляют идти и выполнить гражданский долг, ну, вот хорошо это или плохо. И зал сказал, да, это хорошо. После этого он спросил, кого сюда согнали. Поднял руку половину. Вам сказали о том, что вы обязаны будете пойти на наблюдателя? Ребята сказали, нет. То есть, вы хотя бы сюда придите. А после этого спросили, а кто пойдет на наблюдателя? После того, как прочитали лекции. Поднял весь зал. Смотрите, что я потом по поводу могу сказать. Вот я вам про сторонник, я лично, это моя личная субъективная точка зрения, я сторонник того, чтобы ввести штраф за неявку на выборы. Причем штраф такой довольно серьезный. Согласен, да, есть такие идеи. Но! Но! Не сейчас, а при наличии настоящего выбора у людей. Вот когда мне предлагают меню из пяти пунктов, там, Зюганов, Жириновский, Прохоров, там, Миронов, Путин, и тогда штрафовать людей, это безнравственно. Дайте настоящий честный выбор, на который будут допущены и Явлинские, и кандидаты от националистов. Сделать настоящее партийное законодательство, и тогда уже людей можно заставлять самоопределяться и говорить, значит, парень, ты не пришел на выборы, значит, ты идиот. Идиот – это, знаете, в греческом только не участвует в политике. Это плохо, поэтому мы тебя штрафуем. Но сейчас людей в отсутствие выбора нельзя эти выборы загонять. Поэтому ваш пример абсолютно некорректен. В отсутствие меню выборного студентов загоняют и говорят, прояви гражданскую позицию. Нет, ну ты прояви. Да, мы тебя загнали силком, но ты ее прояви. Вот это безнравственно, на самом деле. В прямом смысле безнравственно. Людям вы не даете выбора, но загоняете в гражданские наблюдатели. Какие-то, к черту мать, наблюдатели, когда нет выбора, понимаете? Нет, наблюдатели ничего не выбирали. Он смотрит, были фальсификации или нет. Ну, как бы, мы сегодня… Выборы фальсифицируются не в день голосования. Как мы с вами понимаем. Выборы фальсифицируются в тот день, когда отказывают от регистрации кандидатам. Когда отказывают от регистрации партиям. Когда, значит, выкидут кандидатов за загорючки в документах. Вот тогда происходит первый пункт фальсификации выборов. Понимаете? Основной, на самом деле. Потому что, когда вот вы приходите в ресторан… А если выборы изначально сфальсифицированы, на самом деле, то у людей не остается выборов, то возникает вопрос с явкой. Кто-то явку может обеспечить административными методами, а кто реально имеет желание свободно определиться, тот выясняет, что, собственно говоря, блюда-то несъедобные, есть или нет. Ну, давайте так. Мы, как юристы, как вот я, как действующий, как будущий, мы сами прекрасно понимаем, как реагировать, как на самом деле правые люди в правом поле, как реагировать на вот такие фальсификации. Я, насколько знаю, не уверен, но Явлинский не обжаловал свой отказ в регистрации. По крайней мере, об этом нигде не сказано. И я даже его не видел, чтобы он выступал по этому поводу. Почему? А у тебя есть опыт обжалования решения? У меня есть опыт обжалования. Что ты скажешь? Неудачный опыт. Я дошел до Верховного суда. Вот. Все это выглядело как бы очень… А что обжаловали? Значит, я обжал отказ в регистрации свой собственный. Мне отказали на выборах в Московскую городскую думу в 2009 году. Видимо, полагаю, что раз я выбрал выборы в Войковский район в 2008 году, то я могу выиграть их в 2009. Значит, мне отказали, значит, сняли с выборов. Претензии были, значит, к качеству подписей. Значит, я прошел, так сказать, и Московский городской суд, и Верховный суд, и все это выглядело довольно смешно. Как бы… И я ничего не смог обжаловать. Ну, то есть, я, конечно, обжаловал, результат был отрицательный. Результат был просто отрицательный. Одного парня сняли за то, что он убрал подстрочники из подписного листа. То есть, это настолько смешное основание, что сейчас даже федеральный закон номер 67 внесли поправку, что убирать подстрочники можно. А тогда человека за это сняли с выборов, понимаете, да, за этот абсурд. То есть, подстрочник – это то, что подстрочка там ФИО, там, не знаю, Иванов Иванович, вот он-то ФИО не написал. Вот за это сняли с выборов. Слушай, а я вот хочу тебя спросить, как будущего юриста, а вообще ты как оцениваешь нынешнюю судебную систему в стране? Ну, она как бы не свободная. Суды управляемы, на самом деле. Суды управляем, суды. Вот по выборным делам ходить смысла нет никакого. Суды управляем. Я вот за последний час… Ну, не только. Вот у меня, например, судила знаменитая судья Боровкова за страшные административные правонарушения. Прорыв цепи ОМОН наверху на дёмушке, на дёмушке не там. Я даже не хочу комментировать, тошнит от этого всего, честно говоря. Честно говоря, у меня такое ощущение, что суд в России явление какое-то смешное и постыдное. Это, кстати, страшная вещь, потому что это дискредитирует всю систему. И попытки латать кредит Ришкин-Кафтана, с моей точки зрения, псевдообщественными инициативами, к которым мы относятся и уважаемый мой оппонент, вот эти попытки ни к чему хорошему не приведут. Понимаете? До тех пор, пока у нас фальшивый суд, все ваши разговоры о честных выборах не стоят невыеденного гроша. Понимаете? Очень хороший есть анекдот. Но это проблема центральная. У нас много проблем. У нас плохие участковые, вороватые милиции. Учителя много, но главная проблема. Это главная проблема России. А знаешь этот анекдот, Петр? Сантехника осудили по статье 282 за разжигание ненависти к социальной группе власти. Он выбегает из подвала и кричит, ёлки-палки, да тут не латать, тут всю систему менять надо. Старый советский анекдот, да, я помню. 282 – это уже современная статья. Ну, к примеру, я не говорю про выборное законодательство, я по этому статистику не знаю. Есть такие споры граждан с государством. Там, вред сказанный и так далее. Вот такие вот. Вот их за прошлый год в судах общей резиденции было рассмотрено порядка 200 тысяч. Из них удовлетворены 85 процентов. Ну, вот тут, кстати, я готов с вами согласиться, что если я приду в мировой суд и буду обжаловать то, что я там развил бамперы на некачественной дороге у себя во дворе, то с большой долей вероятности, если принесу справки из ГАИ, там, что надо побегать, там, замерю дырку, то ущерб бампер там 5 тысяч рублей, еще 5-7 тысяч рублей – моральный вред, я выиграю. Ой, как я сильно в этом сомневаюсь. Одного человека, я помню, лишили прав за то, что он разбил бампер в яме и уехал с места ДТП. Ну, понятно, нет, по мелочи государству можно выиграть. Я не спорю. Больше того, я объясню, даже такие иски, есть негласная практика, их удовлетворять. Объясню, почему. Не злить народ. Вот ты хочешь за 10 тысяч получить рублей, ты его получишь. А вот если ты хочешь на выборах восстановиться, тебе кукиш покажут. Когда вы с управляющей компанией судите, это не спор с государством. Нет, я не с управляющей компанией, я понимаю. С муниципалитетом тоже, кстати, не с государством. Ну, можно получить, можно отсудить по мелочам что-то у государства. Трудовые споры, то все, все, можно, можно. 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей вам дадут. А вот избраться вам не позволят. Постановиться на выборах вам дадут. Я уже сказал, избирать я не трогаю, наверное. Да, тут совершенно особая система складывается. И то, что нет ни справедливого суда, ни нормального действующего законодательства по выборам, она приводит к катастрофам просто. Вот у нас здесь любопытный ролик, я прошу прощения, хотел бы показать ролик, связанный с явкой на выборах. Будьте любезны, покажите в студии. И в день выборов, естественно, у нас планируется проведение экзит-пулы и будут наблюдатели. В принципе, у нас тартега такая явка нам не нужна, поэтому на избирательном участке мы будем организован подвоз тех, кто нам нужен, потому что те уже части улицы, где протестные отношения, все это уже исследовано. Поэтому мы будем подвозить, так скажем, адрес к нам. Система, да, так я понимаю? Да, даже если априори признать, что это, ну, ролик, ну, правдивый, да, ну, без всяких там, я даже не буду это комментировать, да. В предыдущем ролике хотя бы было подписано, кто это. Я даже не знаю, кто это. Ну, ради бога, пусть это будет там председатель участковой комиссии. Это ужасно все. Я с вами абсолютно согласен, это ужасно. Но, что я хочу сказать. Татьяна Лазарева, лидер Лиги избирателей. Ну, у них лидера, они говорят, нету, учредителя. Она по телевидению заявляет, вы знаете, я пришел на выборы на декабрьские, первый раз в жизни. Ребят, ну, это вот лидер людей, которые выводят на сто тысяч только в Москве. А что возмущает вас? А меня возмущает одно, ребят, ну, разбаловали вас. Разбаловали. За столько лет вам было все равно абсолютно, что происходит. А теперь перестало быть. А теперь перестало быть. Вот у вас дома не течет горячая вода. Полгода не течет, год не течет. Ну, вы никуда не обращаетесь. А вас устраивает власть? Устраивает ли меня власть? Да. Вы знаете, в том мире, в котором я живу, она меня устраивает. То есть вот та ситуация, когда нет свободных выборов, когда ненормальная судебная система. Но свободные выборы, я уже сказал, да, для меня они свободны. Что касается… Для вас они свободны? Да. Я еще раз говорю, я голосую за тех, кто выигрывает. Подождите, но когда вы голосуете за тех, что вас устраивает, не значит, что выборы свободные. У вас какой-то странный провал в логике. Например, мне нравится, кто победил, а победа достигнута при помощи кражи голосов, фальсификации. Я это не говорю. Ну, это вполне возможно. Да, но вы понимаете, да, в чем нарушение логики? То, что у вас устраивает результат, это не значит, что выборы были честные, чистые и справедливые. Конечно, нет. Конечно. Давайте не будем сейчас к вопросу о моей оценке предыдущих выборов. Да, вы же сами сказали о том, что выборов честных не было. Я 5-го, 6-го, 7-го скажу свою оценку по поводу тех выборов, которые будут 4-го марта. И тогда вы мне действительно можете сюда пригласить, если вам будет интересно. Я вам скажу, да, выборы были нечестные. У нас 80 тысяч наблюдателей. Вот они пришлют 80 тысяч этих протоколов, из них там 50 тысяч не сойдется с тем, что в ТИКе или в ГАЗ-выборах. Я, ребят, скажу себе, кошмар. Стоп, стоп. Даже несмотря на то, что там все хорошо, у меня лично все хорошо, выиграли те, за кого я голосовал. Ребят, это ужас. Но это дело ведь не только в протоколах. Как мы с вами выяснили, мы, по-моему, пошли к консенсусу, что нарушение на выборах начинается не в день голосования, задолго до этого. Хорошо, дайте, пожалуйста, свою правовую оценку, например, этого факту выпуска компроматных газет, где, значит, на Урале известный факт там АИФ-Екатеринбург или АИФ-Урал под маркой газеты «Аргументы и факты», была выпущена газета, значит, с агитацией за Путина и, значит, поливаются, называют свою вещь дерьмом, так сказать, другие кандидаты на выборах. Вот дайте факт этой оценки. Вот это уже, оцените этот факт. То есть, это как, элемент честных выборов или это все-таки плохо? Я просто не знаю этой истории. То есть, на Урале вышел АИФ, официальный АИФ, да, в котором Путин от собственного лица там, грубо говоря, всех оскорбляет, так? Нет, мне стыдно повторяться, но история очень нашумевшая, на самом деле. Ну, не все. Нет, конечно, Путин под этим нигде не подписывался, это, разумеется, там, дураков нет. Напечатано огромным тиражом, там, сто тысячам, такого, что не каждая типография осилит, его должно возить грузовиками и вагонами, этот тираж. Напечатано огромный тираж с подложными выходными данными. То есть, АИФ, организаторы сказали, мы это не выпускали. Которая распространялась недели две открыто на улицах газеты, которая за Путина и против других людей. Я допускаю, что Путин к этому имеет никакого отношения. Допускаю, что это провокация. Вопрос, почему провокацию не пресекли, не расследовали? Кто-нибудь обжаловал? Из кандидатов кто-то это обжаловал. Минуточку, минуточку. Написано кучу жалоб кандидатам и всем кем угодно. Уже и в избирком там. Скажем, будем разбираться долго, это сложная экспертиза, где напечатали, будем считать. Мы возвращаемся к основной нашей проблеме. Да, суды и нарушения избирательного права. Не к суды, а к бессовестности людей. Понимать, бессовестности. Хорошо, позавчера я наблюдал, как Жириновский назвал Пугачева «Проституткой». Я просто видел в интернете оглавление, что обнародуются телефонный разговор Немцову. Тоже нехорошо. Но что сделал Шторшкова, мне вообще страшно вспоминать. Ребят, все это ужасно. Кстати, заметил, что к выборам не имеет никакого отношения. Ну так, на минуточку. Ни Лешков, ни Немцов, и Жириновский покрыл нехорошими словами не кандидата в президенты, а частное лицо Пугачева. Отметил, что к выборам не имеет никакого отношения. Он покрыл нехорошими словами доверенное лицо кандидата в президенты. Ну, опять-таки, это их частное дело, кстати. Он, выступая в дебатах, это сделал, во-первых. Кстати, а что вы видите нарушение избирательного законодательства? Мне даже интересно, в данном случае. В чем вы видите нарушение избирательного законодательства? Я не вижу нарушения. Я говорю, что это нечистое. То есть, это грязь. Это грязь, это частное дело частных людей. Частные Жириновский, покрыт частным Пугачевым, частным Немцовым, частным Ружковым. Дело все сходило. Давайте о выборах говорить. Мы говорим о выборах. Давайте от тем не будем склониться. Так что, вопрос. Кто обжаловал и какие результаты? Насчет результатов никаких. Комиссия просто тянет резину элементарно. Они не могут найти, когда тираж развозился тоннами камазами по всему Уралу, не могут никого найти. Понимаете, стоили люди, раздавали на улицах Свердловской эту газету 3-4 неделю. Все это снято, куча видеоматериалов. Никто ничего не может найти. Понимаете? Вот скажите, это как, это элемент честных выборов? Нет. Наверное, нет. Так ведь такая же система. А вы будете интересоваться этим фактом, например? Были такие и не были. Нет. Вот вы, как корпус наблюдатель, заявитесь этим делом. АИФ на Урале. Набейте в Яндексе. АИФ на Урале. И вы получите кучу информации. Позвоните, узнайте тем, кто занимается этим делом. Если вы мне доверяете, займитесь этим сами. Расследуйте этот факт. Хорошо. Я посмотрю обязательно. Честно говоря, я не слышал об этом. Но да. А какие вы пока расследовали элементы? Может быть, у корпуса наблюдателя уже есть какой-то послужной список небольшой? Портфолио. Основная цель корпуса наблюдателя. Во-первых, он сформировался в конце января. И цель-то все-таки собрать наблюдателей, чтобы покрыть энное количество участков избирательных комиссий. И для того, чтобы проследить за частотой выборов именно в день голосования. Да, я согласен, что в будущем, если все у нас растется и все-таки мы такой общественный институт сохраним, как наш корпус, мы будем уже на следующих выборах, которые проходят у нас два раза в год примерно, смотреть с самого начала все. То есть с момента начала предвыборного у нас сегодня, к сожалению, нет просто никаких возможностей заниматься вот именно предвыборной кампанией. То есть да, мы говорим, на сегодняшний день мы готовы оценить и как бы помочь избавить от фальсификации выбор только в день выборов. А что вы сейчас делаете, расскажите. Мы собираем людей, мы обучаем их, обучаем методам фальсификации, то, чтобы люди знали, каким образом… Как противостоять все-таки обучать, надеюсь, да? Никак фальсифицировать. А то ваши слова можно по-разному тратовать. Для начала нужно знать о том, как фальсифицировать, для того, чтобы противостоять. А потом уже, как к этому противостоять? А вы знаете, как это делается? Да. Расскажите, пожалуйста, про основные технологии. Ну, на самом деле, вы начали. Правда, карусель, насколько я правильно, где-то там в конце списка, это не так много голосов-то. Почему? Вот то, что показывают, это много голосов. Это, смотрите… Там примерно 4% за всю Россию, по крайней мере, такие-то. Нет, смотрите, делается очень просто. Вот давайте, например, Москву рассмотрим. Хотите? Давайте. Я хочу, давайте рассмотрим, например, Москву. Начнем с количества голосов, просто дайте свою цифру. Хорошо, смотрите, мы берем участковую избирательную комиссию. Там примерно 2200 избирателей в Москве в среднем. 2200 избирателей, нам показывает статистика. Значит, явочка, ну, допустим, будет 60%. Значит, придет 1300 человек из 2200. Значит, когда по участкам ездят два автобуса, в каждом из которых сидит 50-60 человек, 100-120, да? Сколько мы получаем? Я слышал о 10-15, 20-ти максимуме. Нет, минуточку. Я вот, я лично ездил, я рассказываю ситуацию. 3 декабря я прочел в интернете объявление на сайте массовки.ру. Срочно требуются люди работать в день выборов 500 рублей. Я, так сказать, оделся поскромнее, значит, взял свою портативную видеокамеру, приехал на место сбора. Нет, посадили большой автобус, где было 60 человек, набили. Повезли в Московский район Некрасовка, где мне сказали, значит, вот так, дружище, мы тебе вкладываем в паспорт календарик с видом Некрасовский, будешь ходить по участкам, вот те старшие, будешь подходить к тем, у кого зеленый бэджик, и им давать свой паспорт. Будешь получать бюллетен, ставишь за Единую Россию, голосуешь, едешь дальше, на следующий участок. Было два автобуса, 50-60 человек, 100-120 человек, да? А это 1300 явка. Это дополнительный, который будет накидываться. Мы голосовали за тех, кто явно не придет. А те, кто придет, могут перенаправить дуб-список. Это легко делается. Вот, получается, уже 10 процентов. Почему 4? Вот он 10 процентов. Ну, 10, да. Согласитесь со мной, намного проще просто переписать протокол. Ну, это он стоит на первом месте. Не проще, не проще. Ну, в большинстве своем, ну, в Москве, может быть там… А как бороться с переписыванием протоколов? Да, кстати, хороший вопрос. Проследить просто протокол до того момента, когда он занесется в систему газвыбора. А как проследить? Как? Расскажите. Съездить просто напросто. А тебя не пусть в ТИК скажут? Дружище, ты же член УИКа. Чего ты прошел в ТИК? Нет, ну, смотрите. По закону каждый наблюдатель может приехать с председателем участковой комиссии в ТИК. И посмотреть. Посмотрите что? Посмотрите, как он вносит… Нет, нет, неправда ваша. Значит, из практики. Давайте из практики. Во-первых, наблюдатель УИК не пускает. Их не сажает в машину. Говорит, хотите добираться на своей машине. А они едут на своей машине. Им, значит, говорят. Ребята, вы член УИКа, а не член ТИК. Поэтому ваша полномочия на пороге заканчивается. Может, не пускаем. Грамотный наблюдатель прорывается в ТИК. После этого ему говорят… Уже тут действует совершенно остальное законно. Так. Вот вы видите, мы у вас взяли протокол, взяли. А вот у нас газвыбор система. Вот там дверь из металлической, вот обитой металлной дверью. Вот там сидит оператор, он вводит газвыбор. И вот два милиционера стоят с автоматами. Мы вас то не пускаем. Извините. Закон о гостайне. Тут, 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 тут. И Член УИК стоит перед металлической дверью и двумя милиционерами с автоматами. Он говорит, извините, все. Он говорит, а я хочу увидеть. Вот идите в дом на компьютере и все увидите. Ну, нарушение. Согласен. Все. Да не нарушение. Это закон так сделан. Подождите. Это не нарушение. Так сделан закон. Закон сам не позволяет сделать. Как с этим бороться? Вот посмотрите, сейчас поставили камеры около уровня. Послушайте, а как с этим бороться? А вот камеры надурные помогают бороться с вот вот с такого рода нарушениями или нет? С нарушениями именно вот по переписанию протокол. Ну, расскажите. То есть, соответственно, камеры, они, собственно, говорят, ничего не решают, ничего не могут сделать. Как вот с этим нарушением вы предполагаете бороться? Камера – это действительно отдельная тема. Я не сторонник там их был тратить вот эту кучу денег на эти камеры. Не уверен, что они дадут возможность что-то там предотвратить. Мы их испытывали с конспорта НТВ. Там с 6 метров уже не видно ни черта. Там нельзя забрать полчеловека вообще, так сказать, если честно. Они вот где-то радиус их 3 метра очень низко разрушают. Вообще, я вчера был в институционном центре, который у нас открыли, с которым наш наблюдатель заключил договор. И нам приводили пример. То есть, из какого-то УИКа дали видеозапись. В принципе, все видно. Видно, даже протокол видно. Давайте купить эту камеру на тысячу рублей, кстати, в магазине. Можете пойти купить Logitech. Я видел это лично своими глазами. Но вы меня убеждаете в том, не верь своим глазам. Я вам скажу так. Не верь видеозаписям ЦИК. Вот что я вам говорю. Как с этим бороться? Давайте начнем с этого. Нарушение есть. Я не могу проконтролировать введение государства. Вот смотрите, как мы инструктируем своих наблюдателей. Что они должны сделать? Они должны взять копию протокола. Ту, которую им дают. В принципе, они могут даже не ехать. Получить печать подпись на них должны. Да, они получают печать подпись. Они это фотографируют. Они это присылают. То есть, все наши наблюдатели пришлют это в одно место. В ситуационный центр. Который и сравнит те данные, которые есть у них в протоколе. С теми данными, которые есть в газвыборах. Если они расходятся. Если они расходятся. Если они расходятся. То что? То как? Ну, жаловаться. А я могу сказать, что будет дальше. Хотите вам расскажу, что будет дальше? Вообще. Нет, смотрите. Наблюдатель должен быть. Если он даже не едет. Да. Он должен находиться на месте до того момента. Когда ему по телефону скажут. Или там скажут официально. Что все. Результаты в газвыборах. Дело в том, что поймите правильно. Значит. Я не знаю. Может вы никогда не работали на выборах. Реально. Поверьте мне. Как многолетнему члену УИК. Вот. Я получил. Я наблюдатель на УИК. Я получил. Поехал домой спать. А что мне остается. Когда меня не пускают. Смотрите. Как меня в газвыбор вводят. Ну, не пускают меня в ТИК. Там стоят охранники. Ну, милиция. Все. Я поехал спать. С чистой совестью. Я откселил даже. Послал куда-то по факсу. По емейлу. Нет вопросов. На следующий день утром. Я смотрю цифры другие в газвыборах. А у меня протоколи летят. Я таких историй слышал очень много. Знаете. Значит. Я потом прихожу в ТИК и говорю. Ребята. Это что такое? Другой протокол. А мне говорят. А вот вы знаете. Там была ошибка в основном участке. И мы ночью их пересчитали. Мы заново собрали всю комиссию. Сели. Заседание. Пересчет. Я говорю. Как так? А что мне не позвонили? Вы знаете. Мы ему звонили. Телефон был выключен. Черт побери. Не смогли до вас позвониться. Ну, вы рассказываете историю. Это реально. Это жизнь. Это жизнь. Это история, которую я тоже могу вам сказать. Как с этим бороться? Расскажите мне. Расскажите мне. Как с этим бороться? Еще раз говорю. Мы смотрим. Сверяем просто один. Так я уже все. Все. Не сошлось. Не сошлось. Мне говорят. Мы ночью заново сделали протокол. А до вас не смогли дозвониться пригласить. Что тогда делать? Когда один протокол. Вот вы один. Да. У вас не сошлось. А когда у нас будет 80 тысяч и они не сошлись. Это будет групповой иск. Коллективный. А один что это можно? Я еще раз говорю. Это сложно. А два. Но мы уже с вами говорим о том, что все. Мы сошлись на общем выводе. В суде все плохо. Вы мне не объяснили, как мне вернуть свой голос. Вы мне не объяснили. Вот мне кинулись в протокол. Сообщили, что ночью комиссия собралась заново. Пересделываю новый протокол. Вот как мне вернуть свой голос? Расскажите. К нам пришли. Вчера мы встречались с лигой избирателей. Встречались с голосом, по-моему. Они приезжали все в ситуационный центр. Мы все договорились, что каждый из нас собирает свои протоколы и в одном месте мы их смотрим. Все вместе. И сравниваем цифры. Ну, ребята, это хоть что-то. Ну, говорить о том, что у нас все плохо, можно. Ну, давайте что-то делаем. Я прошу прощения, у нас заканчивается передача. Я напоследок хотел сказать кое-что о мнении общественном по поводу предстоящих выборов. Прошел небольшой опрос у нас в интернете. Вопрос. Оппозиционные движения «Гражданин Наблюдатель» и «Корпус Наблюдателей» за чистые выборы представляющих кандидата Путина одинаково заинтересованы в честности предстоящих выборов. Да или нет? Да. Обе организации призваны максимально обеспечить законность президентских выборов. 19% такое мнение. Нет. «Гражданин Наблюдатель» — это оранжевая организация, призвана окончательно раскачать лодку с фальсифицированными историями о фальсификации. 10%. Нет. «Корпус Наблюдателей за чистые выборы создан с целями сорвать работу настоящих наблюдателей и легитимизировать победу Путина любой ценой». 70%. Потому что мне даже не интересно, каким образом мы можем сорвать наблюдения. У нас один наблюдатель из пяти. Точнее, да, из пяти. Еще четыре человека, ну, по большому счету, которые должны находиться на участке. Ради Бога. Ну, давайте все вместе работаем. Ну, что у нас один человек? Думаете, у нас там бойцы, как у наших, что ли, которые будут бить там всех? Да никого не будут бить, понимаете? Вы просто будете легитимизировать эти выборы. Очень просто. Будете говорить, все честно, все честно, все честно. А вот там вот это неправильно. Они бузатеры. Не слушайте их. А вот у нас все отлично. Вы с нами сотрудничаете? С кем? Я прошу прощения. Ну, с корпусом я. Нет. А почему вы? Я с нами все сотрудничают. Нет, нет, нет. Вопрос не о том, мы с инструктором счета или нет. А вот интересно просто, как вы прокомментируете такое мнение о себе? Почему же вы такие молодые, а такая у вас плохая репутация? Да у нас еще репутация быть не может. Да как же. Ну, вот есть. Уже есть. Давайте скажем так. Первый ваш вопрос был ко мне. Непонятная распечатка какого-то письма, неизвестного мне человека. Вы начали с этого разговора. И весь ваш разговор складывается с той точки зрения, что мы вот такие все плохие, нашистые и так далее. Понимаете, вся эта информация, она взята откуда-то, непонятно откуда, из каких-то подвалов, там, помои. Понимаете? Вы понимаете? Ролик с Агашином показали. Я вам тоже рассказал историю, когда к нам сгоняют наблюдатели. Нам такие не нужны. Мы таких не берем. Это, знаете, похожий аргумент был, когда все митинги оппозиции снимаются на квартирах. Понимаете, вот вы предлагаете, как минимум вы, я не знаю, я уверен, что у вас такая же цель, как у нас. Но вы, Владимир, здесь предлагаете просто сидеть, ни черта не делать, сказать, что у нас все плохо. И вообще просто сидеть, поплевать в потолок. Я это не предлагаю. Вашу партию закрыли. Я очень хотел посмотреть на вас и разобраться, кто вы такой, насколько вы профессиональны. Разобрались. Дело в том, даже не во мне, а вопрос в телезрителях. Вы хотели разобраться? Да, конечно. Дать возможность телезрителям разобраться. Вы-то разобрались? Да, разобрался. Мне кажется, что вы представитель партии жуликов и воров. Из-за обид. Да бог с вами. Ну, что же представить? Я голосую за Единой России, я же не начал ее представить. Так я об этом и говорю. Кстати, интересный еще один вопрос. Верите ли вы в честную победу Владимира Путина на первом туре президентских выборов? Кстати, вы верите, Петр? Я нет. Я не думаю, что рейтинг Путина больше 50%. Не думаю. Я, например, не сомневаюсь, что Путин победит на первом туре. И так же не сомневаюсь, что это будет бесчестно. Нарисует понятное дело. Нарисует понятное дело. Я считаю, что власть ведет себя очень глупо и недальновидно. Кстати, будь я на месте властей, я вот таким людям, как мой оппонент, давал бы на самом деле больше возможностей, больше, так сказать, возможностей действия. Поскольку, значит, мой оппонент, он как бы выглядит культурно. Значит, я просто сегодня пообщался с некультурной представительной властью. Это у меня следы на лице. Выглядит культурно, говорит, в принципе, правильные вещи. И я даже убежден, что можно поставить в такую ситуацию, когда он будет приносить пользу. Поэтому я считаю, что наша власть ведет себя очень А вы верите, кстати, в честную победу Владимира Путина в первом президентском туре выборов? Нет, так сказать, я не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Что она будет победой или что она будет честной? Что она будет, конечно. Нет, что будет победой. А что чисто? Мы постараемся это сделать так, чтобы это было чисто. А как же вы будете стараться сделать, чтобы победа была чистой? Мы постараемся выбор сделать чистой. Ну, не придергивайте. То есть вы постарайтесь, что Путин победил в честной, бескомпромиссной борьбе. Я еще... А что напоследок, прошу прощения, рассказать анекдот. Олигарх приходит и говорит, вы знаете, вот заинтересован я приобрести олимпийскую медаль. Ну, ему консультанты говорят, какая олимпийская медаль. А вот будущие олимпиады по спортивной гимнастике. Он говорит, знаете, это будет очень дорого стоить, но мы сейчас попробуем договориться с наиболее перспективными спортсменами и чтобы тут же ее купить для вас. Нет, ребята, вы не понимаете что-то. Я хочу получить ее в честной, чистой, бескомпромиссной борьбе. Дорогие телезрители, надеюсь, вы все понимаете. Приходите на выборы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...